Доброе утро! Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о том, какой будет погода. В горах минус 1, плюс 4. Днем 19, плюс 24. И местами плюс 14, плюс 19. В Черкесске без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8. Днем 20-22 градусов тепла. С ноября прошлого года в республике действует Центр управления регионом, который занимает второе место в стране по скорости реагирования и входит в десятку лучших по качеству. Его руководитель Ахмат Апаков рассказал о функциях организации. В нашем пресс-центре с ним встретилась Шерифат Лепшокова. Ахмат, вы возглавляете Центр управления регионом, который действует у нас в республике уже год. Он призван мониторить и обрабатывать сообщения от граждан. Я знаю, что у вас уже было больше тысячи сообщений. Как вам удается справляться с таким объемом? Расскажите, пожалуйста, о принципах вашей работы. Очень многие задают вопрос, что же такое ЦУР. В первую очередь это координационный центр по мониторингу и обработке всех видов обращений, которые поступают в органы государственной власти через интернет, через различные платформы в сети интернет. В первую очередь мы работаем с системой инцидент-менеджмент. Это программно-аппаратный комплекс, который автоматически находит в социальных сетях обращения, которые написали обычные жители. То есть это могут быть комментарии на страницах крупных пабликов, это могут быть комментарии на страницах органов государственной власти, это могут быть посты на личных страницах пользователей. То есть всю эту информацию система мониторит и выявляет оттуда так называемые инциденты, обращения граждан, которые содержат какой-то конкретный запрос, либо конструктивное предложение. Затем возникает так называемый инцидент, который поступает к нашим сотрудникам. Наши сотрудники оперативно определяют, кто из сотрудников органов государственной власти отвечает за данные направления и перенаправляют данный запрос в нужное ведомство. Далее сотрудники этого ведомства, это может быть как министерство управления, либо администрация муниципального образования, они прорабатывают этот вопрос и дают оперативный ответ. В течение двух часов они должны дать оперативный ответ на запрос гражданина и ответ поступает в той же социальной сети, где поступил запрос. То есть в комментариях, под его комментарием ему отвечают официальные страницы ведомства о планируемых решениях. Там очень много тонкостей, деталей, но в целом работа с системой инцидент менеджмент выглядит таким образом. Второе наше направление это работа с платформой обратной связи на базе портала госуслуг. Сейчас уже по всей стране внедрено это решение, есть отдельное приложение госуслуги решаем вместе на сайтах всех органов государственной власти, на самих госуслугах. То есть везде есть такие виджеты, где написано подать обращение. Через эту систему поступают обращения органов государственной власти, ну и мы здесь тоже занимаемся мониторингом, отработкой всех этих обращений. Опять-таки повторюсь, мы сами не решаем проблемы, мы лишь являемся таким оператором цифрового диалога между обществом и органами государственной власти. То есть благодаря вам человеку вовсе не обязательно напрямую искать какие-то выходы в определенное место, ну определенное министерство? Конечно, именно так. Вообще у нас очень сложная государственная машина, и зачастую сами чиновники не всегда могут понять, к чьей компетенции относится тот или иной вопрос. Что уж говорить о простых гражданах. Поэтому здесь государством было принято решение не усложнять это все дальше, а наоборот выстроить работу по принципу единого окна. И в данном случае этим единым окном является интернет. То есть человек пишет на той платформе, где ему это удобно. Если он сидит в инстаграме, он пишет в комментариях или там пост в инстаграме. Если он предпочитает ВКонтакте, он может написать ВКонтакте. Если он активно пользуется, например, порталом государственных услуг, он может подать это обращение там. Если он заходит на сайты, там правительства, например, республики, да, он может его там подать. На сайте администрации сельского поселения. Ну то есть где ему удобнее, какой он предпочитает способ, тем он и может воспользоваться. И дальше все равно это обращение попадет именно в то ведомство, которое отвечает за решение его вопроса. Вся наша работа настроена на то, чтобы помогать людям, чтобы никто из них не оставался наедине со своими проблемами. Если мы возьмем весь пол вопросов, их можно разделить на три большие категории. Первое – это быстро решаемые проблемы. Ну, условно, это там, не знаю, невывезенный мусор, ямочный ремонт дорог, там, какие-то мелкие работы, да, по благоустройству, еще что-то вот такое. Не знаю, там, неспиленные деревья, там, валяющиеся там посреди дороги, какой-нибудь мусор, еще что-то такое. То есть таких проблем очень много. И, ну, их можно отнести к категории быстрорешаемых. Вторая категория – это трудно решаемые, либо нерешаемые проблемы совсем. И сюда можно отнести, там, не знаю, строительство новых школ, детских садов, капитальный ремонт уже дорог. Это вопросы, там, связанные с водоснабжением, например, да, это те вопросы, для решения которых нужны огромные финансовые средства, нужны внесения изменений в бюджет, нужно, опять-таки, получать дополнительное финансирование из федерального центра. То есть таких вопросов, запросов тоже очень много. И есть третья категория, и на самом деле она самая многочисленная по количеству запросов – это запросы на информирование. То есть куда обратиться? Могу ли я получить те или иные выплаты? Кто отвечает там за что-то? То есть по факту у нас больше всего запросов на информирование, и поэтому большая часть ответов, она действительно, ну, может быть дана оперативно. Ахмат, вы суперфиналист конкурса «Лидер России-2020». Этот опыт, что он вам дает и помогает ли в вашей работе? «Лидер России» – это отдельная глава прямо в моей жизни. Безусловно, участие в этом конкурсе очень сильно изменило мою дальнейшую жизнь, и это связано как с самим участием в конкурсе, так и в дальнейших возможностях, которые открылись после него. Конечно, этот опыт, он бесценен, и, естественно, я стараюсь применять его и в своей работе. Ну, здесь даже больше хотелось бы сказать не о самом конкурсе, да, а о дальнейшем обучении, которое мы выиграли в конкурсе. Мы все суперфиналисты получили гранты на обучение. Я после этого прошел обучение в высшей школе государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по программе мастер государственного управления для руководителя. И вот именно эта школа, наверное, была самой сильной, самой мощной школой для меня, именно как для руководителя, потому что нам преподавали самые лучшие управленцы нашей страны, там были все, начиная от руководителей администрации президента, федеральные министры, губернаторы, руководители госкорпораций, вот, и они делились с нами опытом, поэтому это, конечно, бесценный опыт, и больше, наверное, я даже на него опираюсь, чем на самоучастие и подготовку к конкурсу. Вот, кстати, конкурс продолжается, да, и призываю всех принимать участие, действительно, он открывает новые возможности для всех участников, даже прошедших до, там, нефинишных стадий. Спасибо, спасибо вам за интервью. Союз женщин России провел в Москве общественное мероприятие под названием «Школа гражданской активности. Развитие сельских территорий». В нем участвовали представительницы всех регионов России. Нашу республику в Москве представила председатель правления сельхозартели Кубань Марина Барлакова. И в эти минуты в нашей студии Марина Рамазановна расскажет моей соведущей Белли Джизайевой о том, какие конкурсы среди сельских женщин будет проводить в самое ближайшее время Союз женщин России, и как пройдет в нашей республике награждение активисток на селе. Доброе утро всем. Доброе утро, Марина. Я, как всегда, рада видеть тебя у нас в гостях. И каждый раз я говорю о том, что мы вместе выросли, мы друг друга знаем давно. Но уговорить тебя прийти к нам на беседу – это тоже большой труд. Потому что ты очень активный человек в своем хозяйстве, но ты как бы избегаешь немножко прессы, потому что ты сама по себе, наверное, скромный человек. Марин, я тебя сегодня пригласила для того, чтобы ты рассказала о своей поездке в Москву. Почему именно ты поехала туда? Это мероприятие было организовано Союзом женщин России. Я видела твой отчет в социальных сетях. Там Екатерина Лахова всем известная. Женщина, конечно, легенда. Я знаю, что вы даже подружились. Мне бы хотелось, чтобы ты рассказала о том, что там было. Почему ты представляла нашу республику? Какая была цель твоего визита? Доброе утро, Былочка. Спасибо огромное за приглашение. Отрадно в очередной раз быть гостей на вашей передаче. Ну, вот Союз женщин России – это общероссийская общественно-государственная организация. Союз был создан в 1990 году, и в 1992 году он стал правоприемником Комитета советских женщин. В 2018 году указом президента Российской Федерации Союзу женщин присвоен статус общественно-государственной организации. Распоряжением правительства Российской Федерации в состав бюро женщин Российской Федерации входит Министерство социальной защиты и труда Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации и Министерство культуры Российской Федерации. Союз Женщин России осуществляет свою деятельность через региональное отделение, представленное в 85 субъектах Российской Федерации и Совета Женщин, работающих на местном уровне. Возглавляет нашу организацию российский политический государственный деятель, член Совета Федерации, член Координационного Совета, национальной стратегии, действующей в интересах Союза Женщин Лахова Екатерина Филипповна. Ты, конечно, сейчас подробно рассказываешь про этот сам Союз Женщин России. Это, конечно, интересная, важная информация. Но все-таки, возвращаясь к своему вопросу, я хочу спросить о цели твоего визита и вообще, чем занимается эта организация. Сейчас в своей работе Союз Женщин России ссылается на распоряжение правительства Российской Федерации об утверждении национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы. Эта стратегия была подготовлена Министерством труда Российской Федерации при активном участии Союза Женщин России и других общественных женских движений. Основными направлениями стали создание условий для сохранения здоровья женщин разных возрастов, улучшение экономического положения женщин, как во всей России, так и в субъектах в частности, их благосостояние, профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия по отношению к женщинам. Также расширение участия женщин в общественно-политической деятельности. Моя основная цель поездки, у нас скоро намечается большой конкурс региональный, участвуют районы нашей республики. Мариночка, это связано с женщинами на селе, наверное? Да, конкурс называется «Женщина-хозяйка на селе». Это наш первый конкурс такого масштаба, скажем так, будет пробно, надеюсь, нас строго судить не будут. Ну, хотелось бы просто отметить женщин на селе, как-то обозначить их, выбрать активисток в каждом поселении. И все-таки женщина на селе, могу даже сказать о себе, как женщине на селе, это большой труд, много затрачивается энергии. Поэтому хотелось бы всех женщин нашей республики отметить, именно тех, которые проживают в сельской местности, небольшую концертную программу им организовать, наградить их призами. И все-таки выявить у нас в республике женщин с активной жизненной позицией. Это будет по всей республике проходить? Да, конкурс проходит по всей республике. Мы разослали в наши женсоветы положение, которое нам с Москвы было предоставлено. Те районы, которые откликнулись и решили принять активное участие, сейчас они подводят итоги, подготавливают характеристики своих активисток. И вот уже 15-го числа, в Международный день сельских женщин, 15 октября, мы хотим чествовать их и для них сделать небольшой праздник. Марина, все-таки, опять-таки, возвращаясь к этому мероприятию, ты все-таки не рассказываешь о том, как тебя там тепло приняли. Это я все видела, этот видеоотчет, ваши беседы, о чем ты там рассказывала. Вот просто расскажи. Они знают о нашей республике. Вот ты поехала, ты представила нашу республику. Что ты для нас привезла? Да, я... Эта поездка оказала на меня такое глубокое очень впечатление. Я являюсь заместителем нашего регионального отделения «Союз женщин России». Председателем у нас является Айбазова Рейса Клыч-Гириевна. Она меня делегировала, чтобы я утвердила план мероприятия и также привезла небольшие сувениры от самого «Союза женщин». Также мне передали и грамоты за подписью Екатерины Филипповны, что очень отрадно. Меня очень тепло приняли. И, честно говоря, было очень неожиданно, потому что это был первый раз, и поездка была такой ответственной. Они про тебя знали, потому что ты один из немногих руководителей на Северном Кавказе, руководитель такого громадного хозяйства. Ну, давай расскажем, как есть на самом деле. Ну, так получилось, что я состою в их общей группе и, видимо, активничаю очень. И, естественно, они видят работу, которую мы проделаем в своем хозяйстве. Да, они уже знали заранее, кто я, что я из себя представляю. Вот было очень-очень приятно, очень тепло встретили. И они утвердили наш план мероприятия. Сейчас идет активная подготовка. Я же говорю, передали сувениры для наших победительниц. Посмотрим, это наше первое такое мероприятие, в котором я участвую, во всяком случае. Организация-то у нас давно существует. Но при моем участии это вот первый конкурс. Но такого конкурса же не было. Да, но мы вот постарались принять участие в этом положении. Этот конкурс всероссийский. Он разослан по всем регионам. И каждый регион для себя сам решает, принять в нем участие или нет. Там же какие-то подконкурсы. Женщина-хозяйка на селе. Несколько номинаций. Да, номинации. Да, да, да. Активистка села, трудовая доблесть, материнский подвиг. Ну, в каждом селе есть активист. Конечно. Вот мы будем выявлять в нашей республике наиболее активных женщин, которые в дальнейшем примут активное участие в общественно-политической жизни нашей республики. Сейчас наш президент Владимир Владимирович очень сильно поддерживает женщин в этом отношении. Чему мы тоже очень благодарны ему за это. Поэтому я думаю, женщины-активистки, они нужны для того, чтобы... Насилие. И насилие в том числе для того, чтобы... Вот знаете, есть очень много вопросов, которые непременно должна решать женщина. У нее и подход более немного другой, да. И я считаю, что все-таки женщина это символизирует мать, символизирует какое-то такое вот в моем понимании это что-то такое доброе, теплое. И многие вопросы, которые мужчины могут решить с трудом, мне кажется, женщинам это... Под силу. Под силу, да. Ну, и так, я поняла, что 15 октября, в день, международный день сельских женщин, вы планируете вот это мероприятие красивое, торжественное, правильно? Надеемся, что мы его так сможем провести. Я очень желаю, чтобы оно у вас прошло на уровне, чтобы вы выявили этих женщин, чтобы они вот даже на твоем примере становились активнее, верили в себя и помогали нашему обществу и растить новое поколение и поднимать село. Спасибо тебе, Марина. Я желаю тебе только успеха. Спасибо тебе. Спасибо, огромное было. Спасибо еще раз за приглашение. Спасибо. Всего доброго. Сегодня международный день костюма. Костюмы всегда вне моды и времени. Безликие тренды и фасоны приходят и уходят, но великолепно выглядящий мужчина в костюме всегда будет стильным. Но костюмы бывают разные. В нашей республике у каждого народа есть свой национальный костюм. И ни одно мероприятие, будь то свадьба, торжество, концерты, не обходятся без красивых, колоритных нарядов. Модельеры Карачева-Черкесии создают невероятные образы, где присутствует и золотое шитье, и многие из них лауреаты различных фестивалей и конкурсов модной индустрии. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов. Ну а в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей» с Аллой Динаевой. Хорошего продолжения дня. До встречи.